И всем привет! Вы на канале Федроид и Гейминг. Меня зовут Александр и сегодня у нас Версус в топовых кораблях Modern Warships. По итогам прошлого голосования вы выбрали продолжение Версуса ПВО третьего тира. Ну что ж, приступим. Выбор пал на лазерный тип ПВО и жеребьевка показала такие пары. Первая группа – Айрликон Хелл и Ти Хелл. Впрочем, все логично. Это рыночный лимитированный ПВО. В магазине такое не купишь. И давайте знакомиться. Синий угол ринга – Айрликон Хелл. Урон за выстрел 65. Перезарядка 4,2 секунды. Радиус поражения 2,6 километра. ДПМ 18333. Скорострельность 0,15. Цена, внимание, около 3000 арткоинов. Красный угол – Ти Хелл. Урон за выстрел 43. Маловато. Перезарядка 3,5 секунды. Радиус 2,3 километра. ДПМ скромный 15907. Скорострельность такая же. 0,15. Цена около 650 коинов. То есть в 4 раза дешевле. Регламент тот же. Первый раунд – ракетный. Зазбитие ракеты 1 очко. Корабль-носитель «Америка». Относительно новый авианосец с мощной авиагруппой и шестью слотами ПВО. Главная угроза – эпическая ракета под стать эпическому ПВО. Сверхзвуковая ДФ-17. Циркон для простых смертных. Невероятная скорость и высокие показатели урона. Но прочность не самая высокая. Так сказать, сделана в Китае. Итак, начинаем ПВО «Арликон Хэлл» пуск одной ДФ-ки. Так сказать, разминочка. Смотрим. Ракета приближается. Вы только посмотрите, какая скорость. Есть пробитие. Следующее. Вторая приближается. И есть сбитие. Одно очко уходит «Арликончиком». И третья уже на подходе. И есть очко. Хорошее начало. А теперь две цели. Смотрим. ДФ-ки идут. Раз. Два. Плохо. Следующая партия. Ракеты на подходе. И раз. Два. Два прилета есть. И последняя партия. Смотрим. Раз. Два. И еще два прилета. Что-то с этими лазерами не так. Но у нас тройной пуск. Смотрим. Ракеты вышли. Раз. Два. Три. Три прилета. Следующая партия. Приближается. Внимание. Раз. Два. Три. Ё-моё. Давайте. Нужно собраться. Последняя партия. Раз. Два. Три. Три прилета. Мне кажется, мы очень удачно подобрали ракеты. Корабли ремонтируются. Четыре пуска на подходе. Надежда только на чудо. Смотрим. Раз. Два. Три. Четыре прилета. Просто кошмар. Следующие четыре ракеты приближаются. Смотрим. Раз. Два. Три. Четыре. У меня нет слов. И последние четыре ракеты приближаются. Раз. Два. Три. Четыре. Полная недееспособность. ПВО просто нету на корабле. Ну что ж. Самое страшное. Пять дефок уже на подходе. Смотрим. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Вышел китайский глайдер погулять. Хочу заметить. Ракеты у нас не улучшены. Так бы этот раунд уже давно закончился. Следующий прилет. Смотрим. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Пять прилетов есть. Кошмарите. И давайте. Последний залп. Надеемся на чудо. Одну сбили. Раз. Два. Три. Четыре. Прилета есть. Посмотрите внимательно, как она сбивается. Из последних сил просто чуть было не было. Если бы ее бы не сбили, то корабль бы уже утонул. Замечательно. Окей. Грандиозный ракетный первый раунд для Орликонов закончился. Теперь давайте смотреть Тихел. Одна ДФка уже взлетает. Итак. Все. Внимание. Первая самая важная ракета. И она попадает в цель. Смотрим следующую. Ракета на подходе. И нет. Тоже прилет. И давайте. Внимание. На третью. Тоже прилет. Что ж. Теперь вы знаете, почему мне лазеры никогда не нравились. А у нас два уже идут. И это два прилета есть. Замечательно. Смотрим следующий двойной пуск. Ракеты приближаются. Два прилета есть. У меня просто нет слов. Что происходит? И давайте. Смотрим третий двойной пуск. Так и два прилета есть. Что ж. Это самое скромное выступление на Версусе. А у нас тройной пуск ДФок. Ваши ставки. Господа. Смотрим. Что ж. Ребятки. Минус 17 тысяч здоровья. Это один прилет. И два сбития. Просто хорошо. Следующие три прилета есть. Спишем на шок. И последний тройной пуск. Раз. Два. А третью сбили. Одно очко есть. А теперь начинается боль. Четыре ракеты. Смотрим. Раз. Два. И это получается два очка. Хорошо. Следующий залп четырьмя ракетами. Смотрим. Раз. Два. Три. А одну сбили. Еще одну очко. Кажется кто-то научился стрелять. И последний четверной залп. Одну сбили. Три залетело. Замечательно. А теперь последний этап первого раунда. Пять пусков. Смотрим. Ракеты приближаются. Раз. Два. Три. Четыре. А где пятая? А пятая в зачете. Еще разочек. Раз. Два. Три. Четыре. Первую сбили. Хорошо. И давайте финалочка. Пять ракет. Смотрим. Уже приближается. Внимание на здоровье. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Пять прилетов. Раунд завершен. Итоги. Аэрликон Хэл. Три очка. Ти Хэл. Девять очков. Впереди американец. Причем с разрывом в три раза. Второй раунд. По традиции противодействия авиации. Первая угроза ВЗ-ка. Самый быстрый магазинский вертолет. Имеет на борту серьезное ракетное вооружение. Победитель этапа получает три очка. Смотрим. Аэрликон Хэл. Итак. Вертолет обнаружен. Лазеры пошли. Смотрим. Стоп. И это 15 секунд. Теперь черед Ти Хэл. Смотрим. Вертолет также обнаружен. Лазеры уже стреляют. Засекаем время. Стоп. 13 секунд. Победа за Ти Хэл. Усложняем задачу. Угроза. Штурмовики Джей-35. Одни из лучших представителей, доступных в магазине. Прочные. Дамажные. Отличный выбор. Смотрим. Аэрликон. Штурмовики показались на горизонте. Засекаем время. 19 секунд. Хорошо. Смотрим Ти Хэл. Они уже начинают работать. И это 26 секунд. Что ж. 6 очков уходят Аэрликону. Следующая угроза. Дрон ФЛ-71. И опять. На мой взгляд. Это лучшее, что есть в магазине. Победителю 5 очков. Смотрим. Аэрликон Хэл. Дроны появились на горизонте. Урон уже пошел. Засекаем время. И это 16 секунд. Хорошо. Давайте посмотрим Ти Хэл. И у нас есть время. 18 секунд. Победитель опять Аэрликон. И остается финальная угроза. Ксиан Аш-20. И да. Это мой любимый магазинский бомбер. Смотрим Аэрликон. Смотрите. Бомбер еще не появился. Ракеты уже пошли. Узнаю эту птичку в деле. Но время пока не засекаем. Нужен контакт с бомбером. Поехали. Смотрим. Аэрликончики справились. За 16 секунд. Ну а теперь решающий бой. Ти Хэл начинает сопротивляться. Смотрим. Бомбер появился. Урон пошел. Засекаем время. И вы только посмотрите, как точно кладутся бомбы. Я узнаю профессионала в деле. Что ж. Ти Хэл справляется за 26 секунд. И Аэрликон зарабатывает еще 10 очков. Подводим итоги всего батла. А Аэрликон Хэл зарабатывает 24 очка. Ти Хэл 12 очков. Ти Хэл держался достойно, но недостаточно. А ракетный раунд можно сказать, что провален обоими. Но тем не менее, победитель Версуса Аэрликон Хэл. Поздравляю. По традиции выбор следующего Версуса. Оставляю за вами. Голосование уже доступно в сообществе Ютуба. Голосуйте за участников. Либо предлагайте в комментариях под видео, на кого вы еще хотите посмотреть. И не забывайте хэштег ГД. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Играйте в крутые игры. Скоро продолжим. Пока. Пока.